Уважаемые друзья, сегодня обрезаем изгородь, еще изгородь из Туи Восточной, вот она небольшая изгородь, то есть, да, это из двух Туи состоит, если можно видеть, вот два ствола, раз Ту, два ствола, вот эта изгородь, где-то примерно около двух метров. Ну опять же, такой запах стоит, да, я хотела сказать. У Туи Восточной очень хороший запах, у Западной тоже запах своеобразный, ну, как говорится, он более такой сладкий. Ну изгороди мы будем обрезать очень много. Ну вот, Божья коровка, сними ее, пожалуйста, пристел вот эту вот на пальчике. На пальчике. Жаль, камера запах не передает. Да. Это что-то. Да. И передает запах вот эти. Ну да, стволики. Тволики. Да, стволики. Да, стволики. Да, стволики. Вот, в принципе, все. Там у нас впереди кизельник и изгороди. Большие, то есть, будем обрезать. Ну, как все, вот это тоже все можно обрезать. Вот здесь. Вот эта вот обрезка вот. Покажи, пожалуйста. Вот прошлого года обрезка. Вот видите, прошлый. Обрезалась очень жестоко. Вот сколько здесь его понаросло, это очень хорошо. То есть, нарастает она хорошо. Если кто-то переживает, что долго или сильно ждать, то осень уже нарастет. Справить. Так. Да. Сейчас вира решилась. На Huangsяковск. Покажи. Покажи. Ага. Покажи. Экран с деревьев Время давать ухо Он не очень Без всем Вот этот Угу Ну что приготавливает Сейчас ровно Да, стена Так, уважаемые друзья, стрижка пирамидки Туи Коломны стрижется не первый день, не первый год вернее, стрижем ее постоянно, она уже довольно плотная, видите. Но сейчас пришло время, тем более после зимы, надо сделать первую стрижку, здесь ее можжевельник маленько придавливает, но мы сейчас это вам. Дальше берется так же. Секундочку, я перейду. Вот так. Дальше берем вот так вот. До стволика. Дальше берем. Смотрите. Дальше берем. Смотрите. Смотрите. Вы можете видеть опять вот черные, да? Вот тут я. Черные это следы кошек и собак. Это домашние питомцы. Тут, ну, это обычное дело. Вот тут обязательно. Вот видите, это все. Дальше берем. Да, на культуру. Дальше берем. Дальше берем. Дальше берем. Дальше берем. Дальше берем. вот так вот водить опасно водите всегда вот так по кругу вот так или вниз по кругу потому что вот так можно вырезать клопки не заметишь ну некоторые привязывают веревку наконец убивают колышек ну да и по колышкам ну мы на глаз я уже привык на глаз и поэтому ну довольно неплохо получилось я думаю все ровненько сильно и вода ровненько а сколько этой туи уже этой туи девять лет тоже где-то примерно она в таком состоянии будет постоянно чем больше вы стрижете и тем больше она нарастает больше она нарастает и вот видите тут уже есть вот на рост и даже обрезать и не обрезать не обрезать а вот это я хотел мешать ну прям набитая набит и и и и и и и Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Держать не могу. Еще раз повторяю. Это первая трешка весной, поэтому особо там я не стараюсь, потому что я знаю, что сейчас она нарастет буквально за месяц. И потом я ее стричь буду опять. Где-то что-то не так, там можно всегда будет подровнять. Но с этой стороны она более такая рыхлая, потому что здесь тень постоянно, свет падает всегда оттуда более. А здесь, видите, приходится как-то... Вот так если издалека посмотреть, довольно неплохо получилось. А вот здесь... Все три ты захватываешь? Да, все три видно. Да, да. Вот они. В принципе... В принципе, я думаю, на первый раз, для первого раза достаточно. У меня еще есть маленький ручной триммер, я обычно им подравниваю. Ну, это как можно. Ну, здесь же опять у нас... Вот здесь у нас была изгородь. Вот эти вот ветки. Все было ровненько, четко. Это все было. Это за зиму все вот так развалило. Очень крупный снег был хороший. Поэтому сейчас будем приводить все в порядок. И вот так. Вот так потрясающе.... Продолжение следует... 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 Продолж...